Доброго времени суток YouTube! Доброе время всем нашим уважаемым действующим и возможно будущим контрагентам. Данное видео по всей видимости будет называться для контрагентов требуется, не требуется. И оно в общем-то не психологическое такое видео, но для меня как для организатора дистанционных психологических обследований очень важное. Очень много у нас контактов, обзваниваем буквально всю страну, много-много всяких предприятий, организаций. Люди задают самые разные вопросы, по-разному относятся к нам. Одним словом, основная на данный момент деятельность лаборатории заключается в том, что мы предлагаем свои услуги. Услуги по дистанционным психологическим обследованиям. Как мы определяем тех лиц, которым предлагаем эту самую услугу? Все очень просто. Действительно все очень просто. На очень простых принципах. На данный момент, если вы получили, ваш секретарь положил на стол директору или кому-то замдиректору, главному инженеру, положил на стол наше информационное письмо о том, что мы предлагаем услугу дистанционных психологических обследований в рамках контролирующей деятельности Ростехнадзора, это значит, что мы набрали в строке поиска фразу «Планы проверок Ростехнадзора» и, соответственно, видим ежегодные планы проверок Ростехнадзора на официальном сайте www.gosnadzor.ru. И, соответственно, мои сотрудники заходят на этот сайт и вот они по моей просьбе сделали вот такой документ. Соответственно, отделений межтерриториальных отделений Ростехнадзора 6, ну там дополнительно существуют подотделения, вот Центральная, Северо-Западная, Северо-Кавказская, Енисейская, Уральская, Управление Среднеповолжское и так далее. Мы заходим на эту страницу на сайте Ростехнадзора и что мы там видим? Мы видим таблицы Excel. В этих таблицах Excel они очень большие. Соответственно, прописаны те предприятия, которые запланированы к текущим проверкам Ростехнадзора. И находим наших контрагентов вот на этом самом сайте. Так вот это все выглядит. Соответственно, планы проверок, различного рода приказы о проведении данных проверок. Вот видно Енисейский, Ростехнадзор, ежегодные планы проверок. Это Excel-евские таблицы очень большие. Приказы, которые касаются этих самых проверок, все это находится в открытом доступе на сайте Ростехнадзора. Мы видим в этих Excel-евских таблицах какое-то предприятие. Там приведено его название, юридический статус и указан срок, когда какому-то предприятию предстоит пройти проверку. Какое-то из подразделений Ростехнадзора приедет там комиссия и начнет проверять безопасность, технику безопасности, документы какие-то проверять. И, соответственно, требовать на данный момент по приказу административному регламенту Ростехнадзора номер 721, требовать оригинал справки из лаборатории психологического обеспечения. Эта справка входит в пакет документов для получения вот этих самых разрешений, индивидуальных разрешений. Соответственно, предприятие готовится. Для кого-то это тайной является, для кого-то не тайной является. Это проверка, кто работает, у кого работает хорошо отдел техники безопасности. Они сами мониторят этот сайт Ростехнадзора и, соответственно, видят, когда и что им предстоит пройти, какую проверку Ростехнадзора. И они готовят пакет документов, готовят акты проверок, различные аттестации своих работников проводят, рабочих мест и так далее. В том числе и справки. И к нам обращаются самостоятельно. Кто не следит, не мониторит за этим делом, значит, техника безопасности работает не очень, отдел безопасности. Соответственно, для них это секретом является. Но кто знает, те, значит, видят приказ, знают приказ 233. От 1 марта 1997 года действующий приказ. И этот приказ четко определяет. Вот он здесь вот у меня на компьютере открыт. Этот приказ Черномырдином подписан еще в свое время и является действующим. Соответственно, работник какого-либо предприятия. Вот здесь приведены работники атомных станций. Директор, главный инженер, заместители, персонал подведомственный, начальники отделов, подразделений, старшие инспектора, начальники смен, начальники смены, ведущие инженеры. Они должны получать индивидуальное разрешение по этим. Для получения разрешения, получать разрешение на право ведения работ в области атомной энергии. Эти лица. Кроме того, очень важный момент. Многие предприятия это учитывают, некоторые не учитывают. Есть фраза. Персонал ведущий технологический процесс. То есть это оперативный персонал. Некоторые предприятия, заключая с нами договор, обследуют только директора, главного инженера, еще кого-то. Некоторые поступают ответственно и проводят обследование персонала, ведущего технологический процесс. На разных предприятиях это разное количество. Здесь не только атомные предприятия, а атомные станции. Вот обратите внимание. Работники предприятий, эксплуатирующих промышленные экспериментальные энергетические реакции, стенды, различного рода приборы с ионизирующим излучением. Далее идут исследовательские реакторы под пунктом 3. Работники судов с ядерными энергетическими установками. Работники предприятий судостроительной промышленности, транспортной промышленности. И везде-везде персонал ведущий технологический процесс. Персонал ведущий технологический процесс. Работники предприятий топливного цикла с ядерно-опасными, радиационно-опасными участками и так далее. Все это четко-четко-четко изложено в 233 приказе. Соответственно, видя такое предприятие, что им предстоит такая проверка, то есть те предприятия, которых контролирует Росатомнадзор, соответственно, мы отправляем информационное письмо с предложением воспользоваться нашими услугами. Мы, я подчеркну этот момент, мы абсолютно ничего не просим, ничего не требуем, мы говорим о том, что вам это требуется, и если вам это требуется, по согласованию с вашим контролирующим органом, каким-то территориальным управлением, как в данном случае среднеповолжское управление, требуется прохождение проверки, и вы понимаете, что в пакет документов на работников, там, директора, инженеров и персонал, ведущий технологический процесс, требуется справка из лаборатории психологического обеспечения, мы предлагаем нашу услугу. Требуется, не требуется, это единственный вопрос, который мы задаем нашим потенциальным контрагентам. Если им это требуется, и они это понимают, поскольку, ну, просто-напросто, это определено организационно-юридическими документами Ростехнадзора, проведение таких проверок и получение таких разрешений, соответственно, мы заключаем с ними договор, нам доверяют многие предприятия, крупные, крупного и среднего бизнеса, даже могу показать какой-нибудь из, ну, допустим. И, соответственно, нам доверяют, и мы дистанционно предлагаем услугу дистанционного психофизиологического обследования. Вот в данном случае, вот доска почета, те предприятия, с которыми мы уже работаем на данный момент. Крупное нефтегазовое предприятие Шлюнберже Восток, авиакомпания Росрао, тут нефтегазовое предприятие, то есть нефтедобыча связана с приборами, содержащими источники ионизирующего излучения, и, соответственно, эти предприятия тоже получают атомную лицензию Ростехнадзора. Конечно, мы не знаем специфики работы каждого конкретного предприятия, но руководствуемся теми документами, повторюсь еще раз, которые официально в открытом доступе находятся на сайте Ростехнадзора. Видим предприятие, отправляем ему рассылку, делаем информационное письмо и индивидуально на генерального директора отправляем наше предложение. Говорим, что мы это делаем, осуществляем такую услугу и задаем, соответственно, вопрос, требуется, не требуется. Ответ для меня однозначен, требуется, ну, поскольку понятно, о чем речь идет. Опять же, авиапредприятие, судоходное, крупнейшая судоходная компания Викинг Саплай и различного рода предприятия ТВЭЛ, Росатома. Вот это наша доска почета, с кем мы работаем. Но, соответственно, текущие контрагенты, их несколько больше. Это, опять же, те предприятия, с которыми мы работаем. Мы получаем отзывы о нашей работе, можно с ними ознакомиться и увидеть степень доверия к нам. В общем-то, не детских компаний, да, то есть все по-взрослому, экскьюзми, без трусов происходит. Можно посмотреть, как нам относятся наши контрагенты, посмотреть, что они думают о нашей работе. Далее, собственно, повторюсь еще раз. Мы ничего не просим, ничего не требуем, мы лишь предлагаем нашу услугу. Надо, не надо. И, соответственно, не настаиваем никогда ни о чем. И, соответственно, люди сами вправе решать, абсолютная свобода действий выбора, сами вправе решать, воспользоваться нашей услугой, не воспользоваться нашей услугой. Действительно, вернусь к тому моменту, что часто по приказу 233 люди обходятся обследованиями только руководящего персонала и, к сожалению, упускают персонал, ведущий технологический процесс. По собственному опыту, работая на Уральском электрохимическом комбинате ежегодно, мы в год обследовали и обследуем очень много людей, очень много персонала. Около тысячи, чуть меньше тысячи, там, 980-900 человек. И, соответственно, это персонал, именно ведущий технологический процесс. Честь и хвала тем директорам, которые это прекрасно понимают. Самый яркий пример, 1986 год, Чернобыльская катастрофа. В 2000 году на Балаковской атомной станции собрались все генеральные директора всех на тот момент 10 атомных станциях, обсудили проблему Чернобыля. Ну, они там много проблем обсуждали. Ну, было реальное, конкретное совещание, посвященное причине данной катастрофы. И все директора, все 10 без исключений сошлись на мысли о том, что проблема была в человеке, который конкретно поступил неправильно в данной конкретной ситуации. Процессы возбуждения у этого работника, технологического работника, преобладали над процессами торможения. Он не подумал, нажал кнопку, а потом только сообразил, что поступил неверно. Отсюда все проблемы, взрывы, техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Понятно, что причин много называют, но реальная ситуация, реальное совещание в 2000 году привело к тому, что все директора атомных станций сошлись на мысли, что это человеческий фактор. И, соответственно, в 2000 году появился приказ 532, который определил, что лабораториям психофизиологического обеспечения быть, и они должны заниматься проблемой культуры безопасности человеческого фактора, отслеживать, диагностировать персонал, выявлять группу риска и, соответственно, принимать кадровые решения. Вот если вкратце. И, соответственно, сейчас та же самая ситуация. Некоторые предприятия отходят от психофизиологических обследований медицинскими осмотрами. К ним Ростехнадзор приезжает, они говорят, ребята, у нас тут проходят психиатра, нарколога, о чем еще вроде надо. Так вот, повторюсь и говорил об этом уже неоднократно. Психиатр, нарколог никакого отношения к психофизиологии не имеют. Ни по методам работы, ни по процедурам, ни по правомощности оформления, создания вот таких справок. Четко сформированная справка по психофизиологическим обследованиям. Создается она на основе массы десятка более методик, четких диагностических процедур, и психиатры этих процедур не знают. Вроде понятное и похожее слово, что там психиатр, что у нас психофизиология, да? И там, и там вроде бы пси. Но это как земля и небо, совершенно разные отрасли. Там медицинская отрасль, у нас психофизиологическая. Никакого отношения к медицине психофизиология не имеет, только лишь опосредованно по части своих некоторых методов, методик применяемых. Но я тоже об этом говорил, не буду сейчас углубляться в подробности. Одним словом, психиатр это не психофизиолог. Процедура психиатрического свидетельствования и психофизиологической диагностики, тестирование, если угодно, для простоты слова, но все-таки это диагностика, она совершенно разная. Это первое. И ряд, 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 огромный ряд, большой ряд других различий между этими двумя вещами. Соответственно, проходя обследование у психиатра, вовсе не промоочно говорить, что вы прошли психофизиологическое обследование. Но директора, понимающие это, они или сами создают такие лаборатории у себя на предприятиях, или же, соответственно, пользуются нашими услугами, которые, в общем-то, значительно дешевле обходятся предприятиям. Другими словами, это ненастойчивая просьба, я вообще никогда ничего не прошу и не требую. Основной принцип всей деятельности, как мой, так и моей лаборатории, заключается в том, что мы предлагаем, и далее человек может сам решить, требуется ему или не требуется. Все мы взрослые люди, и, в общем-то, думаем над тем, что делаем. Но я говорю о том, что персонал, ведущий технологический процесс, от людей, от человеческого фактора, зависит очень многое. Да, у нас на предприятии мы знаем людей, которые могут нажать пальцем, вдавить релюшку, и произойдет катастрофа не хуже чернобыльской катастрофы. И эти аппаратчики на нашем предприятии, мы их контролируем. Не директор их контролирует, а мы их контролируем. Лаборатория психологического обеспечения выявляет у них социальную или дезадаптацию, неврозы или склонность к аддикциям алкогольной, наркотической. И так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание.